В эфире телеканала «Видная ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Во Дворце культуры прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Тепла, здоровья, счастья, любви. Очередной этап гонок на выживание в деревне Горки собрал многочисленных любителей скорости. Широкая масленица в муниципалитете весело и с размахом проводили зиму. День Защитника Отечества День Защитника Отечества – праздник, который за минувший год получил особый смысл. В Ленинском округе провели торжественное мероприятие и поздравили всех причастных. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В Доме культуры города «Видная» состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня Защитника Отечества. На него был приглашен личный состав воинских частей, которые расположены на территории Ленинского городского округа. Сегодня линия фронта проходит по сердцам наших граждан. Это абсолютная правда. Вы видите всю ту помощь, которая оказывается солдатам, находящимся на передовой, чтобы их жизнь там, их пребывание там, оно было хоть чуть-чуть комфортнее, чуть-чуть, может быть, легче. Да, давайте назовем это таким словом. 23 февраля – это прежде всего праздник военнослужащих, сотрудников МВД и всех, кто давал присягу защищать свое государство и несет службу как в будни, так и в праздничные дни. За добросовестный труд лучшие из них были награждены почетными грамотами и благодарностями от главы и Совета депутатов муниципалитета. Я желаю вам всем всего самого-самого доброго, тепла, здоровья, счастья, любви, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все сложилось замечательно. И хочу пожелать вам, особенно вот молодым ребятам, которые сидят в этом зале, ребята, берегите нашу родину, как берегли наши отцы, деды. Счастья вам! Естественно, не забыли в этот день и об участниках специальной военной операции, и тех, кто им помогает, собирая все необходимое и отправляя многочисленные машины с помощью в зону СВО. Я хочу пожелать ребятам только одно, парню. Вам сила духа, сил для преодоления поставленных боевых задач, уверенности в ваших делах, чтобы вы все вернулись живые домой, чтобы вы получили свои заслуженные медали, свои живые руки. Собравшихся в зале поздравили исполнители и творческие коллективы округа. Патриотические песни отзывались в сердцах тех, кто верно служит своему Отечеству. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Очередной этап гонок на выживание, прошедший на трассе в деревне Горки, спортсмены посвятили Дню Защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. Настрой у всех в этот день был особый. Каждый старался совершить невозможное для личной победы. За гонками следила наша съемочная группа. 17 машин участвовало в праздничном четвертом этапе. Число не круглое, но это очередной рекорд соревнований, говорящий о том, что желающих попробовать себя в этом виде спорта становится с каждым разом все больше. Если мы год назад считали хорошим результатом, что у нас выходило 10-12 машин, то сегодня их 17. Это своеобразная победа для нас, как для организаторов гонки. И по зрителям вы прекрасно видите, что в прошлой гонке было более полутысячи человек. А сейчас уже, если посмотреть на парковку, даже до 12, до начала, до открытия соревнований, уже парковка вся была машинами заполнена. И зрителям было на что посмотреть. Драйв, перемешку с ревом моторов, опасные моменты, когда не затаить дыхание невозможно. Выходы из сложнейших ситуаций. Мастерство и опыт в такие моменты на первом месте. Но и удача играет большую роль. Вячеслав Краснонос, пройдя первый заезд, набрав приличное количество очков, вынужден был прервать гонки. Второй заезд также шел практически лидером на первом месте. Потом, к сожалению, подвела техника. И вообще, в целом, пришлось покинуть гонку, потому что техника подвела технические неполадки. Скорее всего, поломка, вернее, разрыв ременьгеры. Но настроение, говорит Вячеслав, все равно было приподнятое. Отличная погода и спортивная атмосфера. Ведь главное – участие, считает спортсмен. И все же каждый участник мечтал о победе и стремился к ней. И вот на педестале победители. Третье место – Александр Идрисов. Второе – Анатолий Кириллов. И первое место. Кто победил? Березкин! Березкин! Первое место. Чемпион 2022 года по гонкам на вызывание. Березкин Андрей, номер 63, из города Москва. Следующий пятый этап состоится 5 марта. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Данил Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ. В акции «Поддержим своих» инициированной партией «Единая Россия» приняли участие активные долголеты школьники и студенты учебных заведений муниципалитета и просто неравнодушные жители. Подарки к 23 февраля для защитников Отечества они изготовили своими руками. Подробности в нашем следующем материале. Глицериновая основа, красители, ароматизаторы, специальные формы, терпение и немного фантазии. Вот все, что требуется для изготовления мыла своими руками. Местное отделение партии «Единая Россия» организовало серию мастер-классов по изготовлению подарков своими руками. В рамках акции «Поддержим своих». Акцию активно поддерживает женское движение «Единая Россия». В чем заключается суть этой акции? Мы изготавливаем мыло и полотенце, то есть такие средства личной гигиены, в подарок ко Дню защитника Отечества для наших ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Акция организована в рамках проекта «Мастерская добрых дел» общественной приемной партии. Желающие поддержать военнослужащих смогли познакомиться с увлекательным процессом мыловарения и изготовить своими руками не только красивые, но и нужные тематические сувениры. Этот мастер-класс проводится специально, чтобы показать людям, что такое мыловарение, какие есть секреты, что можно из этого сделать. Девочек очень хорошо получается. Интересный процесс, безусловно. Думаю, что не только детям, но и взрослым всем будет интересно, увлекательно. Наверное, приятно потом в итоге получить близкому человеку подарок своими руками. А вот участницы клуба «Активное долголетие» при поддержке партийцев приготовили сразу несколько вариантов подарков. Они шили для военнослужащих вафельные полотенца с символами специальной военной операции и связали 100 пар теплых носков. Участники клуба «Активное долголетие» вообще большой работой занимаются с самого начала специальной военной операции. Они оказывают любую и всякую посильную помощь. Все, что могут сделать своими руками, практически делают. Вязали варежки, сейчас вяжут носки. И тоже сегодня отправляется большая посылка. Пару-четыре точно связала. Для поддержки. Силу духа поднять нашим воинам. Мы поддерживаем не только морально. Каждый день о них молимся. Люди приносят гуманитарную помощь от души. Все подарки к дню защитника Отечества доставили российским военнослужащим 42-й мотострелковой дивизии, над которой шествует Ленинский городской округ. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В библиотеке поселка Развилка прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Местные юноармейцы своими руками делали источники тепла для бойцов СВО. По шаговую инструкцию записывала наш корреспондент Галина Житкова. «Линия среза у вас должна быть вот такая. То есть не вот такая, а вот такая. То есть гофра должна быть кверху». На столе все необходимое – жестяные банки, картон, ножницы, маркеры. А на сердце терпение, внимание и забота. Вооружившись этими важными для работы элементами, неравнодушное молодое поколение Развилки приступило к изучению азов изготовления окопных или блиндажных свечей. «В нашей библиотеке именно акция «Окопная свеча» проходит впервые. Мы ни разу этого не делали. Поэтому сегодня мы пригласили отца Петра, настоятеля храма Иосифа Волоского, так как он этим занимается, чтобы он научил нас это делать. Потому что мы хотим все-таки это делать постоянно». Отряд юноармейцев давний, друзья и помощники библиотеки с радостью откликнулись на предложение выполнить благородную миссию и стать первопроходцами в таком важном и нужном деле. «Когда юноша, девушка понимают, что они сделали одну свечу, что это такое? Это означает, что в течение пяти часов один боец будет в тепле». Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова вместе с ребятами аккуратно и максимально точно выполнила все пункты инструкции и в финале мастер-класса продемонстрировала окопную свечу, сделанную своими руками. «Эта свеча не поломается в кармане, эта свеча не искрошится. И потом, вкладывая в эту свечу свое сердце и свою душу, каждый из детей еще и посыл такой солдату, что мы его ждем, чтобы он победил». Сестры Светлана и София Макрчан занимаются в отряде недавно, но на их счету уже немало добрых дел. И сегодня они добавили в свою окопилку еще одно. «Вкладываем тепло души и любовь. Все, добро». После выполнения всех необходимых манипуляций у ребят и взрослых получились заготовки, которые потом заливаются растопленным воском и становятся важным источником тепла на передовой. Такие мастер-классы в библиотеке планируют проводить на постоянной основе. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видны ТВ. Приближается Всемирный день иммунитета. Мы будем отмечать его 1 марта. В преддверии этой даты мы пригласили в нашу студию руководителя Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Зарему Тен. Зарема Амаровна, добрый день. Здравствуйте. Вы завидуете отделением профилактики, то есть диспансеризации, да? Да, все верно. Охотно ли у нас люди проходят чекапы? Вы знаете, я бы сказала, что не очень. Скорее, это предпочтение людей более старшего возраста, в нетрудоспособном возрасте люди, в основном те, кто имеет одно или несколько хронических заболеваний, они приходят, да. Молодежь, скорее, нет. Работа, плотный график, ну, на здоровье можно оставить время потом, видимо, из-за этого не знаю. А с какого возраста вообще рекомендуется проходить диспансеризацию? Диспансеризация у нас существует и для детского населения, и для взрослого. Ну, детки, соответственно, от нуля до 18 лет, 17, а взрослые – это уже с 18 лет и далее. Знаю, что вот за последнее время очень много вкладывается, скажем так, усилий, да, в эту область, и пройти диспансеризацию становится все легче и легче, и легче, и быстрее. Вот расскажите, сколько это занимает времени, в какой день можно прийти, вот даже работающему человеку? Да, все верно. Действительно, сейчас диспансеризацию, так сказать, сделали очень емкой. Большинство исследований, точнее все исследования, которые входят в диспансеризацию, они направлены на раннее выявление заболеваний хронических, неинфекционных, онкологических процессов. Поэтому включают в себя два этапа, пройти которые можно за два часа. То есть пациент приходит в отделение, и за два часа проходит полностью весь спектр исследований, которые входят в диспансеризацию. Какие-то врачи, какие исследования? Первый этап включает в себя лабораторно-инструментальную диагностику, которая включает в себя анализ крови, маммография для женщин, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления. В зависимости от возраста, люди, конечно, постарше возрастом, они имеют более широкий спектр набор всех исследований. Так как у них риски выше, люди помладше, у них меньший набор. Но в целом весь этот этап можно пройти за два часа. То есть сдается кровь, все равно же нужно время, чтобы какие-то анализы получить и прийти повторно? После того, как пациент все сдал, его приглашают на консультирование к врачу-терапевту, где ему интерпретируют его исследования. Если эти исследования в порядке, то, в принципе, мы даем общие рекомендации по соблюдению здорового образа жизни, правильному питанию, водному балансу. Если имеются отклонения, то тогда пациент приглашается на второй этап уже на более углубленное исследование и к узким специалистам. Как часто вы рекомендуете проходить исследование? С 18 до 40 лет диспансеризация проводится один раз в три года. В промежутках между диспансеризацией можно пройти профосмотр по возрасту. А с 40 лет и далее уже ежегодно проводится диспансеризация. Скажите, какое количество людей, например, в прошлом году прошли диспансеризацию и часто ли выявляются какие-то серьезные заболевания у людей? Я с уверенностью могу сказать, что более 70% всех жителей Ленинского городского округа у нас все-таки диспансеризацию проходит. И до 70%, 65-70% это пациенты, которые имеют либо факторы риска, которые предшествуют заболеваниям хроническим неинфекционным, либо уже имеют те или иные хронические неинфекционные заболевания. И вопрос немножко на другую тему. Вот у нас совсем недавно, да еще есть коронавирус. Сейчас какие-то эпидемии есть и как вы с ними боретесь? У нас по-прежнему продолжается вакцинация от COVID. Совсем недавно рассказывала об этом. А также продолжается прививка от различных инфекций, таких как кор, дифтерия, столбняк, пневмококковая инфекция. Все также работает на базе любой амбулатории или поликлиники. Можно обратиться в кабинет вакцинации и сделать нужную прививку. Я хочу напомнить, что это показано не только деткам. Мы привыкли слышать всегда про календарь прививок для детей, но и взрослым. Потому что иммунитет ослабевает от некоторых видов инфекций. А сейчас, ввиду большой миграции населения, эти инфекции вновь стали актуальны. Поэтому я призываю всех не забывать и приходить в кабинет вакцинации. Зарима Амаровна, спасибо за интересную беседу, за советы. А я напомню, что на студии была руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Зарима Тен. В Ленинском городском округе отпраздновали широкую масленицу. Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках. На некоторых из них побывала наша съемочная группа. Веселые масленичные гуляния прошли в воскресенье по всему округу. Самые масштабные традиционно у кинотеатра «Искра». Праздник выпал на длинные выходные, но многим не сиделось дома. И несмотря на переменчивую погоду, видновчане пришли целыми семьями. Поздравляем наш город с великим праздником. Очень красиво все, очень весело в городе. Каждый на празднике нашел себе занятие по душе. Для гостей мероприятия были организованы почти все виды основных масленичных развлечений. Внимание большого количества зрителей привлек высокий деревянный столб, по которому пытались забраться смельчаки. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах по русским ремеслам и старинным забавам. Ольга Григорьева пришла на мероприятие вместе с внуками. Участвовали в конкурсе на лучшую поделку из блинов. Очень радует, что много народу, сколько участников, очень радует за людей, приехали с удовольствием участвовать. У нас эта традиция, мы их печем, почти каждый день я пеку, и мы, дети очень любят. Участники гуляний смогли вдоволь насладиться главным масленичным угощением. Всю масленицу пекла мне жена блины, было очень вкусно. Отведать ароматные и свежеиспеченные блинчики можно было и из рук главы Ленинского городского округа. Алексей Спаский рассказал и о своих предпочтениях. С изгущенным молоком, с медом, с каким-то там вареньем, например, с малиновым, то очень даже вкусно, с удовольствием. В этом году еще и календарно так совпало практически день в день. Вы видите, какое настроение. Единственная погода, причем она теплая сегодня, да, но вот не хватает, наверное, яркого солнца. Но в любом случае весна – это ожидание обновления какого-то, чего-то нового, интересного, радостного, благополучного. Также весело встречали весну и провожали зиму в Расторгуевском парке. Это самый чудесный праздник – Масленица. Мне очень нравятся Масленица, это блины и всякие увлекательные развлечения. Праздник там, прощаются с зимой и встречают весну. Отмечают блинами, плясками и вечерними гуляниями. Детей взрослых привлекали фотозоны, оформленные в русском стиле, и увлекательные мастер-классы. Я с праздником, я сделала вот такую вкусу. Мне понравились препятствия, которые здесь нужно проходить. А в усадьбе Тима Хвасаласкина ведущей праздничного мероприятия стала самая сильная женщина России Марина Броня. Праздник по традиции завершился сожжением чучела Масленицы. А в горках Ленинских на Масленице в этом году сразу несколько рекордов. Праздничные гуляния посетили почти пять тысяч гостей. Они с азартом наблюдали за сожжением самого высокого в России чучела. Съели более ста килограммов блинов. Весело с размахом и даже с рекордами в этом году отметили Масленицу в горках Ленинских. Программа семейных гуляний обширнейшая. Здесь и конкурсы, и хороводы, и старинные русские забавы. И все это в атмосферных декорациях. Сегодня здесь интерактивные площадки, ярмарка. Мы переносимся, ну даже судя по моему костюму, мы переносимся все на сто с лишним лет назад. В такой губернский русский город начала 20 века нам такую возможность дает наш киногородок, наш кинокластер в горках. И сегодня здесь все посвящено таким традиционным масленичным гуляниям. И дети, и взрослые приняли участие в различных конкурсах. Соревновались в перетягивании каната, поднятии гири, распиливании бревна и, конечно, лазили на столб. Для местного жителя Егора Митрофана – это самая любимая масленичная традиция. Для меня это довольно легко. Человек подготовленный. Неоднократно покорял данный столб, поэтому победа далась легко, скажем так. А еще можно было поиграть или поучиться ходить на ходулях вместе со скоморохами. Какой у него рост, великан Петрушка нам так и не признался. Это коммерческая тайна. Ну, а девушек отбоя нет. Специальными гостями гуляний стал фольклорный коллектив «Звери, птицы, скоморохи». Веселая ватага на стыке народного театра и ярмарки. Так называют себя артисты. И у некоторых из них почему-то нет лиц. Раньше очень часто кукол рисовали без лиц, чтобы злой дух не вселился. Вот, соответственно, она безликая. И традиционно масленица, даже чучела безликая. Масленичные гуляния в этом году побили рекорд по посещаемости. Гостями праздника стали почти пять тысяч человек. Они приехали не только из соседних муниципалитетов, но и из столицы и даже других городов. Мы проходили очень много разных конкурсов. Было очень весело. И с Мишкой обнимались. Как мы с Мишкой обнимались? Да, мы обнимались с Мишкой. Он нас вдвоем обнял. И потом своим мешочком побил. Там на богатство, на счастье и на радость. И с ленточками, и блины конкурс сделали. Супер, скоморохи отличные. Нам все очень понравилось. За что любите этот праздник? Символ. Уходит зима, все плохое, все старое. Приходит что-то новое, теплое. Лето, весна. Все здорово. В числе рекордов и само чучело-масленица, которое признано самым высоким в России. 15,5 метров. Это выше трехэтажного здания. На его создание ушло почти три недели. 500 метров бруса и 78 метров ткани. Чтобы маслена быстро загорелась, внутри специально установили высокие горбыли и заполнили сеном. Весна идет. Весне дорогу. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok